посмотрим старый добрый советский фильм покровские ворота снятые в 1982 году не так уж и давно будем глядеть по другим ракурсом а именно больше обращая внимание на задний план надо отдать должное фильм хорош всем отлично сделали свое дело и режиссер и оператор и актерский состав но сейчас речь не о них фильм снимался явно не в павильонах мосфильма а вполне в конкретном московском доме и несмотря на то что год-то 1982 однако до сих пор в этом доме реально присутствовали рудиментарные остатки тех умных домов которые были по всей россии 19 века повсеместно речь идет о доме номер 11 по гоголев скому бульвару тогда он был вот таким а сейчас вот он такой как видно дом практически не узнать надстроили третий этаж приделали балкон крыльцо скорее всего переделали заново полностью а это был обычный московский дом каких в старой москве были сотни но давайте глянем кадры из фильма не странно ли что внутри комнат коммунальной квартиры стоят колонны по ходу фильма эти колонны стоят во всех комнатах где-то отдельно где-то их вмонтировали в перегородке а для чего они нужны внутри дома не надо быть архитектором чтобы понять что все перегородки в коммуналке создали искусственно а первоначально в этом доме был большой колонный зал забегая вперед мы уже знаем что колонны являлись накопителями энергии кто же тогда жил в этом доме и для чего нужны были такие залы как мы сейчас знаем что до конца 19 века в городах россии жили совсем другие люди которые вдруг внезапно исчезли а их места заняли шариковы и швондеры тот факт что те люди исчезли многократно доказан фотографиями городов с опустевшими улицами а те люди были совершенно другой культуры и имели технологии о которых современные только мечтают остатки тех технологий современные люди превратили в места религиозного поклонения поскольку так и не смогли понять их устройство ну или им просто не дали и назвали эти предметы украшениями эпохи классицизма обратите внимание на интерьер кровати это даже не русский купеческий стиль вот тот самый камин с устройствами которые не топили дровами а грелун иным способом кубки видимо по незнанию оставили как украшение по сюжету фильма спортсменов там не было поэтому спутать их со спортивными наградами очень сложно интересные детали наблюдаются на стене дома очевидно балкон все же на этом доме был но только по непонятной причине он был снесен полностью как видно электропроводка в доме выглядит как инородный элемент ее изначально тут не было по всему фильму можно увидеть как уродливо она выглядит очевидно в проекте дом задумывался вообще без проводки но как ни странно везде в каждой комнате есть посадочные места под осветительные приборы на потолке и они использовались явно не как свечи что за странные кувшины на заднем плане сравните их с верхушками беспроводных столбов и о чудо они идентичны хотя и находятся в помещении интересно что вообще можно было туда наливать не ртутную ли амальгаму очень интересные перила на лестнице и опять с металлическими цветами несущими технологическую необходимость очевидно что элементы на балконе являлись частью энергетической установки балкон неспроста снесен большевиками так как хранил в себе какие-то секреты то же самое можно сказать и о крыльце глядя на качество дома и качество крыльца невольно возникает мысль что крыльцо тоже было снесено вместе с балконом ну и судя потому что колонный зал внутри этажа выходил торцом на этот балкон и крыльцо еще больше укрепляет версию снесенной большевиками домовой энергоустановки на всех печах стоят странные детали же обратите внимание нигде от таких печений просматривается дымоходов в том виде в каком их себе все представляют хотя бы виде утолщение на стене вот такие интересные вещи остатки от технологии атмосферного электричества можно было наблюдать в домах еще 80-х годов теперь рассмотрим примеры живописи не будем лезть в европейскую и вообще оставим ее и каталоги сот без даже отечественной живописи на потом рассмотрим самое простое что нам с детства преподавали в школе а именно творчество передвижников были такие художники передвижники которые передвигали свое искусство по стране не совсем понятно зачем но изображали они свои картины вполне реалистично рассмотрим часть из них опять же с точки зрения загадок заднего плана мясоедов пушкин и его друзья слушают декларацию мицкевича в салоне волоконской вторая половина 19 века отличная картина вот только почему-то люстра наполовину срезана обычно художники так не поступают для завершенности композиции надо рисовать предмет либо полностью либо не рисовать совсем возможно что коммунистические искусствоведы подрезали полотно и теперь на публику выдают их секвенсированную часть картина поздравления молодых в доме помещиков вот здесь внимание привлекает лампа очень много дискуссий по этому поводу какой вид топлива она использует если газ то где место его хранения на картине это понять невозможно маковский обряд поцелуя очень сильно смущают металлосвязи верхней и части это что храм альтернативные исследователи не раз рассматривали в храмах эти энерговоды мясоедов обед мещан посмотрим на крыльцо и вновь убедимся что это разновидность энергосъемы и накопление атмосферного электричества демидов предсмертный подвиг михаила константиновича волконского опять совершенно непонятно что за свеча стоит висячих конструкций и свеча ли это вообще по большей части похоже на подрисовку пламени в более позднее время если сравнить аналогичные светильники заднего плана картина савинского нижегородские послы у князя дмитрия пожарского печь без трубы на заднем плане маковский боярский свадебный пир в 17 веке энерговоды в храме невреев присяга лже дмитрия первого польскому королю сигизмунду третьему на введение в россии католицизма на заднем плане опять же печь явно не на дровах крым ялта александровский сквер это даже больше похоже на фотографию и тут мы видим в шпиле для съема атмосферного электричества так что наша живопись это богатейший культурный пласт в котором оставлены многочисленные подсказки вот обычный сборник фотографий 19 века что-то вроде рекламного проспекта какого-то отеля франции год издания 1857 наверное фото с магниевой вспышкой тогда было большим техническим прорывом издавать такие каталоги было на тот момент престижно но интересовать нас будет совсем не вспышка магния а то что она озарила на заднем плане вот интересный большой камин здесь мы видим задняя пластина которая нагревается от атмосферного электричества впереди вот эти копки находятся решетка это необходимо чтобы люди не заступали туда и не обжигались вот очень хорошая фотография беседуют люди как светили плазменные шары от атмосферного электричества это явно очень даже не похоже на какие-то свечи плазменный шар он светит таким образом как бы переливается вот этот огонек по поверхности металлического светильника сидят люди перед камином все эти камины настолько узкие что никаких дров там жечь невозможно ну допустим вернемся назад к этому камину здесь дров положить некуда здесь все бы закоптилась ничего подобного здесь не мы не видим аналогичная фотография под потолком плазменные шары также светильники залиты однородным светом как и на старинных картинах как могли выглядеть эти светильники вот таким образом вот эти кубки которых и налита амальгама отсюда и форма вот этих всех светильников почему здесь похоже на какой-то кувшинчик здесь мы видим свечи до свечи тоже использовались а вот камин тот самый вероятно свечи могли использоваться в те моменты когда атмосферное электричество было например недостаточным смотря какие погодные условия может быть как раз тогда менялись атмосферные условия вообще глобальные если люди сидят перед каминами то мы никогда не видим здесь никакого огня инфракрасное излучение здесь не видно если кто решит что в светильниках стоят электролампочки то весь прикол в том что в это время эдисон яблочников и ладыгин если они были то бегали еще под стол и камины выглядит так что явно были сделаны не для дров их нее кочерги здесь не для того чтобы их ворочить вот такой небольшой интересный обзор по кинофильмам картинам и фотографиям немного внимания и мы все сможем находить признаки использования атмосферного электричества вплоть до начала 20 века а